Организовать освещение в северных посёлках предложил Владимир Солодов на Камчатке. По поручению губернатора края на Камчатке с 15 октября запущен новый проект «Сила Севера». Волонтёры обходят дома в Корякском округе, собирая мнения местных жителей для программы его развития. Предложение также можно отправлять в Краевое министерство. По итогам будет создана программа, учитывающая традиции и культуру Коряки. Глава региона также отметил, работа по сбору предложений недостаточно и её нужно усилить, поскольку жители часто остаются безразличными во время обхода. Инициатива разная, есть небольшие точечные, есть крупные масштабные, есть требующие значительного финансирования, есть те, которые могут быть реализованы быстро и непосредственно в течение года. Их, конечно, нужно на категории, как вы правильно сказали, отсортировать и таким образом двигаться. Кроме того, глава Камчатки внёс предложение организовать в поселениях уличное освещение. Я предлагаю нам отработать более дешёвые конструктивные решения, они сейчас есть, на каком-то из посёлков типовые решения реализовать, они могут быть совсем дешёвыми, при наличии электричества, основное здесь это наличие, безусловно, разводки электросети. Но отработать по тому из посёлков с тем, чтобы мы дешёвый вариант быстрой реализации могли применять потом повсеместно по нашим северам, по маленьким посёлкам. В целом, здесь на освещение хочу и крупный муниципалитет обратить внимание, город Петропавловск, Елизово. Заместитель председателя правительства Павел Есевич сообщил, что проект «Сила Севера» реализуется в четыре этапа. На первом этапе до 5 ноября ведётся сбор и обобщение предложений от населения северных территорий и оцифровка анкет. По словам Павла Есевича, поступают различные предложения. От завершения строительства школы в Полане до обустройства контейнерных площадок. Обработка предложений по населённым пунктам завершится до конца декабря. В следующем году эти предложения станут основой долгосрочной программы, направленной на улучшение жизни северян.